добрый вечер друзья малышня малышня чуть освоилась вот разобралась вы мне много человек пишите им нужны тазы купаться там плавать пять штук тазов поставить их много они хотят воды поставь тазы в тенек ну здрасте друзья ну подойти к этому ну к этой воде или к ведру туда но это пять секунд любой утки они же знают где она все находится зачем ах ты какой еще глянь уже пришел обижать утят уже не самый младший уже можно это подраться зачем они тут устраивать болото полностью по всему двору я не понимаю у меня ни один утенок не пропал от жажды почему почему вы считаете что нужно больше чем мы имеем это 6 литровая ну как бы посудина здесь 6 литров воды сейчас полная в ведре ведро 10 литровая то есть за день за день 5 6 7 раз подливается как бы я не вижу вы чё припёрлись чё припёрлись за день я не вижу ну как бы проблемы чтобы ну что им не хватает воды 5 6 а то и 7 раз подливается за день и но всегда есть вода если здесь нет воды там в ведре есть всегда вода я сюда наливаю и корни вода они едят вот мокренько но я не ага вот как еще они умеют а ну назад кш 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 большие гуси утки не вмещаются этот он вздюха вылезла а ну назад а ну быстро назад эй вот смотрите все утята все утята на ночь забы набитые полные вот такие прямо отвисают вниз накормлены напоены всем все хватает я не вижу проблемах да сейчас я вам тоже что-то дам количество количество птиц и во дворе значительно увеличилась нам обещают на завтра дождь я только что полол арбузы половину спалу короче как всегда порвал а пойдут дожди и она все назад прирастет да короче сейчас я загоню тех обормотал секунду залезли назад назад бдюшки кэш кэш тут не вылезет тут не вылезет но вот так все кэш так неудобненько кэш 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 гуси гуси чтоб я ни на кого не наехал кэш дайте я проеду ваня ваня тох после дождей ходил рвал она спокойненько рвалось а сейчас уже уже не рвется потому что земля деревянная ну и он уже взял берет как бы секатор тем которым я ветки на деревьях обрезал и спокойненько вот так режет мне молочай его все любят сейчас и кроликам и гусям и узкам ну вот так малыш мне конечно хочется только листочки но можно и вот так веток немножко на ты куда застрял куда застрял я тут тоже на этом дворе немножко сейчас застрял потому что у меня додрабливается зерно сейчас возьму и пойду но хватит меня кусать вот так ну ты чё такая я с не трогай твоих деток чтоб не вывалились она уже тоже конечно суховастенькая но лучше гуси его съедят чем она там пропадет где растет да а потом палки пособираю на мусор выкину на навозную кучу иди сюда уточка конечно если бы сейчас двумя руками мне было бы проще но пока я у меня есть минут десять я никуда не спешу зерно дробится гуси кормятся да как говорится вот так вот так вот так все довольные все довольны это можно так утка не кусай гусят для защитника это мамка индоутина яда подошла гусей побила и как они тут разбираются у каждой мамки 35 своих детей и они все знают где чеи да нате нате кушайте кушайте вот так для каждому надо кого-то обижать да кто-то кого-то должен обижать если если этого не будет то будет скучно нате бздюшки вам так не вывались оп ой перевернул все оп так это вы уже объели нате на аккуратно по голове сейчас ой по голове получил гусенок ой 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 но листочек сожрал утята учитесь видите какое все старое осталось да уже не осталось хотел сказать осталось немножко и буду кукурузу носить только что полол в этом арбузы а вокруг же посеяна кукуруза и она так посажена густо что нужно там как минимум между ну вот как оставлять это сахарная кукурузу мы садили с мариной и ее нужно прорядить как минимум три вырывать а одно оставлять ну вот так густо она посеяна так что наверное уже завтра сегодня уже не пойду по темноте а наверное завтра принесу уже и гуси будут есть гуси любят кукурузу вот бодылку она она сладкая и и кролики будут есть так что так что так на на кушаем корма насыпал водички налил подстелил чисто конечно к утру будет болото гусята капитально растут мне кажется вот этот размером уже с этих гусят вот которые гуляют прям одинаковые но если если бы это такой был самый маленький то можно было бы высадить а так это самый большой но могу вам тихо вот такой из младших одесса на маленький дай маленькую лялю дай лялю маленькую где она где он немножко серенький а он прячется больше всего за мамкой он самый дальше стоит я хотел его взять в руку чтобы вы поняли что он тоже уже подрос едят хорошо на старте вот так мы ездили я посылку отправил гербицид забрал но так как сегодня собирается дождь сегодня вносить мы его не будем ничего страшного подождем когда по погоде не будет стоять дождей на ночь что а сегодня обещают нам дождь и на завтра обещают дождь так что так что сегодня не буду носить вот так ну к чему я веду там аптека она была закрыта все это время было клея и сегодня я проезжаю мимо аптека открыта ура я на я купил свой он рафлаксин к потому что я вот это сколько как мы вернулись домой я использовал любой другой антибиотик только не этот там во всех действующее вещество то же самое но я вам всегда говорил что качество ну как бы произведенного препаратов у всех разное ну как бы вот так поэтому этот я люблю я его и поросятам колол но сейчас я взяла этот оральный инъекционный не брал будем ехать ближе туда к опоросу свиноматок и еще возьму на флаксин к который инъекционный так что ура ура я очень рад и купил сетку но уже поздно вот эту зеленую затеняющую на 60 процентов которая затеняют чтобы вот ну как бы вот это куда я перенес перепелов чтобы затенить нажрались обормоты все объели да вот так вот такие вот дела еще нужно сейчас набрать этот таз мусора сейчас пошли сходим вот так вот выглядит сейчас синик когда мы вернулись осенью вот этот мусор ну вот это старое сено оно было вот так прям до доски вот сюда сколько там не людей писала поедет за опилками что ты сыпешь мусор это не мусор это передробленное сено оно серое темное такое невзрачное да но но ведь сухое и я им подстилаю то есть как бы я делаю сразу два дела одновременно и свинюшкам подстилаю и в синик освобождаю вот пока мне я за сено договорился застать укол но его мне привезут позже после того как покосят потому что техники сейчас нету ну как бы чтобы привезти это далеко около 20 километров так что как раз еще вот может пару недель и я вот это все дочищу и синик будет чистый и это сено не надо никуда выбрасывать как бы его же нужно вывозить и как бы и синик освободиться и в сухо у животных и мусор не надо никуда вывозить так что вот как бы делаю можно сказать три дела одновременно еще очень много вопросов когда я говорю когда что идет дождь куда заходит птица куда она прячется от дождя когда прям намечается большой дождь или идет большой дождь то я сам загоняю вот сюда птицу здесь пусто здесь были телята вон корыто телячий стоит здесь был теленок теленок вот так это то место где его там утка вы для утят как раз которая сейчас их водит вот этот коричневая сидела вот там это вот эта самая такая неженка которую селезень сбил занезда которая сидела вот здесь вот там ну и теперь она пересела туда вылупила себе вот утят и все вводит вот здесь они спокойненько пережидают это непогоду всё помещение большое сюда вмещаются Абсолютно все, у меня не так много птиц Все, вот и Подстилочки набрал Короче, на этом дворе Можно сказать Все переделал Все накормлены, напоены Тут просто Тут никаких сложных действий нет Ну, как бы понакидал Подосыпал А вот у свинюшек Вот эта чистка каждый день Это, конечно, посложнее Ой, потерялись Потерялись взрослые девочки, да? Потерялись Ну и все Вот Ваня Ваня ездит Пока она рвет Уходит полчаса 40 минут Спасибо ему большое А они съедают паразиты за 5 минут Одни палки остаются Ну, вот так Завтра вам обязательно засниму Как они будут кушать кукурузу Это такое зеленое Сочное Прям красота Ее нужно Вырвать молодой Чтобы они и стебель полностью съели И гуси, и кролики Все будут таращить Так что Вот так Утенчик потерялся Гля Назад, назад, назад Давай, назад Давай, назад Начнут крякать Через неделю Будет тут стоять Звон На весь этот Разобрались Пузыри Вола Зоб набили Такой, что Еле таскают Средняя гусята Тоже уже Да, прям Почти взрослые Крыло уже подросло Еще Еще недельку Вот, кстати Вот этот Вот этот тот Который и строится Который цыпленок Гусенок И утенок Вот он Самый меньший Он стал великолепно выглядеть Немножко крыло поменьше Чем тот 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 И тот Но все равно Вот такой красавчик Потому что я видел В комментариях Несколько человек За него Переживало Как он влился в семью В гусиную Мне кажется Пока они молодые Они такие Немножко То подрались То помирились О, шея какая толстая Сколько сожрал Не лопнешь Не лопнешь Вот так А эти как взрослые Да Они размером Уже полностью Со взрослых гусей Единственное Что шея у них Короткая За Хотя нет Это мне кажется Что уже Как взрослые Немножко поменьше Да Но крыло уже большое Выросли И ты как пищал Все Посмотрю Как будет Ну знаете Сейчас как потемнеет Они сами Кто под машину Залазит спать Кто под клетку Лезет Вот так Всей семьей Вместе с уткой Чего ты пришел Короче Они знают Куда ему ходить Сараи пооткрытые Так что Нет Вот это я вам говорил За вот это Что селезень И точно так Может поступать петух Селезень ловит Молодых утят И начинает их топтать Вот это не хорошо Потому что Утята еще Не сформированы Я имею ввиду Кости у них слабые Может раздавить Утенок будет Ну как бы так Тяжело дышать Дышать А потом пропадет А вы даже не поймете В общем дворе По какой причине Это произошло Поэтому надо То ли закрыть Куда-то его То ли пусть Старых уток ловит Короче Вроде же ходит Старых уток Три штуки Ему мало Паразита Ну нет старых Ну я имею ввиду Взрослых Нет Свободных уток Пусть топчат Тех которые На яйцах То есть утят водят Короче Как-то так Все Все поубирал Утром К вечеру Опять устроил Бардак Да Во дворе Ничего Завтра Раз-раз Руками собрал И все выкинул Ну вот так Ладно Всем большое спасибо За просмотр Пошел я подстилку Отнесу Она пока додробится Приду заберу Дробленое И все дела Да Молодежь Разобрались Чем заниматься Во дворе Поиском К чего-нибудь Зелененького Да Вот такие молодцы Ну Какой зуб У белого Все Всем Спасибо за просмотр И всем Пока-пока Пока-пока